Итак, продолжаем в эфире тема дня на ИТОН ТВ. Следующая рубрика, в газетах ее обычно называют «Криминальная хроника», я бы сегодня ее обозначил и озаглавил бы «Израильская полиция работает». У нас в гостях пресс-секретарь израильской полиции Михаил Зингерман. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте мы... У меня есть несколько вопросов по последним делам, вот о которых мы узнали на этой неделе, о результатах израильской полиции, о работе израильской полиции. Первое, о случившемся в Иерусалиме, ну, казалось бы, с одной стороны, незначительном преступлении, когда опять какие-то надписи там на каком-то христианском, на какой-то церкви и так далее. В данном случае речь идет о церкви Храма Успения Пресвятой Благородицы, Дом Цион, на котором злоумышленники написали, вот тут у меня написано, «Грядет день отмщения, вырезать идол поклонства христиане к черту». Казалось бы, ну, шалости какие-то, но мы знаем, что речь идет о городе трех религий, об Иерусалиме, речь идет о стране, которая заявляет везде о том, что у нас свобода религий. Каждый человек может, кстати, исполнять свои какие-то религиозные вещи в свободной совершенно мере. И вот когда такие вещи, они пятнают, они ставят пятно на нашу страну. В семье не без урода, как говорится. И информация об этих появившихся надписях была в воскресенье. Уже буквально, по-моему, вчера полиция сообщила, что злоумышленники задержаны. Можете чуть подробнее об этом сказать? Ну, вы знаете, прежде всего нужно сказать о том, что речь идет об очень серьезном, очень опасном преступлении, и полиция Израиля относится к этому со всей серьезностью. То есть речь идет о преступлении на религиозной почве, то есть осквернено здесь место религиозное для всех христиан, которое имеет огромное значение. Мы все помним происшествие, которое произошло совсем недавно на озере Кенерет, на Галилейском море. Церкви умножения хлебов и рыб. Церкви умножения хлебов и рыб, которые подожгли. Которые подожгли. И действительно там и полиция, и органы безопасности провели очень серьезные работы. Это было очень важно. Очень важно для нас действительно найти преступников, раскрыть это преступление. И так и было сделано. Потому что, конечно, такие преступления, они очень опасны. И они опасны не только в Израиле, они опасны во всем мире. А для нас это очень опасно. И в том плане, что, конечно, мы сами это знаем, мы сами это чувствуем на себе. И продолжаем чувствовать все эти преступления на национальной почве, когда совершаются теракты и различные виды насилия. По отношению к нам, евреям, к еврейскому населению. Поэтому мы, конечно же, должны со всей серьезностью к этому отнестись. Полиция, конечно же, работает. Есть специальная следственная группа в Иерусалимском округе, которая расследует это преступление, это происшествие. На данный момент я могу сказать, что есть у нас два задержанных, подозреваемых. Они являются подростками еврейской национальности. Я думаю, что работа будет продолжаться. Возможно, будут еще и другие задержанные. Возможно, на данный момент ведется следствие. Я думаю, что в ближайшее время, то есть в определенное время, можно будет рассказать уже больше подробностей об этом деле. Важно, конечно, подчеркнуть, что рассматриваем это и относимся к этому со всей серьезностью и прекрасно понимаем и видим опасность этого вида преступления. Окей. Ну, это вот, скажем так, свежее дело. А следующая тема, о которой я вас хотел бы расспросить, это немножко, оно уже дело ветеран, скажем так. Речь идет о 98-м годе, когда было совершено убийство. И с тех пор убийцу не могли найти. И сейчас вроде бы его обнаружили в Германии. Он скрывался там. Вот можно подробности об этом? Да, вы знаете, в 98-м году было совершено убийство в Хайфе. Был убит ударом ножа молодой человек. На тот момент молодой человек по имени Эдуард Ротберг. Подозреваемый. Он, скажем так, молодым и остался на все. Да, к сожалению. К сожалению. Чего не скажешь о его убийце, скажем так. Его убийца, подозреваемый в убийстве Эдуарда, он сумел скрыться с места преступления и более того, сумел скрыться из Израиля. Он проживал в Германии, в Берлине по незаконным документам, по подложным документам, по паспорту, который принадлежит вообще неизвестно кому и другому человеку. Конечно же, когда речь идет об убийстве, эти дела не закрываются, эти дела постоянно идут и практически постоянно идет работа, эти дела открыты. И, конечно же, когда преступник, подозреваемый в совершении этого убийства, он известен, его данные известны, они, конечно, моментально передаются в Интерпол и базу данных Интерпола. И практически, я вам скажу, очень и очень часто эти все данные всплывают. Речь идет не только о данных, имя, фамилия и так далее. То есть, вы хотите сказать, что имя, кто совершил убийство, было известно, просто было трудно его найти, потому что он жил по подложным документам. Он жил по подложным документам, жил за границей. И его данные настоящие, то есть его фамилия, имя были нам известны, его израильский паспорт и так далее. И, конечно же, большой успех Интерпола, я думаю, и полиции Германии, то, что он был задержан, был определен. И я не могу сейчас и не буду, нет смысла говорить о том, как он был задержан, при каких обстоятельствах. Действительно, там была проведена очень хорошая, очень профессиональная работа. Ведь, представьте себе, прошло уже почти 18 лет. Это очень большой срок. То есть, подозреваемому сейчас на данный момент 43 года. То есть, мало того, что у него документы подложены, он еще и выглядит совсем по-другому. На время он, да. 17 лет старше, да? Конечно же. Сейчас 43, а ему было 25 лет. Это почувствуйте разницу, да, как говорится. Поэтому, конечно, работа была проделана очень серьезная. Этот человек был найден. Начался процесс экстрадиции, который, конечно, взял определенное время. Это было несколько месяцев. И по завершении этого процесса, когда был дан вердикт о том, что этот подозреваемый будет экстрадирован в Израиль из Германии. Выехала группа наших следователей, которые изначально вели это дело и в производстве которых это дело сейчас находится. Это Центральное следственное управление Хайфского полиции Хайфы прибрежного округа. Они влетели в Германию. И там подозреваемый в этом совершении этого убийства был передан нашим полицейским, которые вчера приземлились в Израиле. Сегодня подозреваемый доставлен уже в мировой суд Хайфы на продление ареста, для продления ареста. И я думаю, что в ближайшее время будет подано обвинительное заключение, потому что, в принципе, доказательства все уже собраны. И посмотрим, как будет это дело продвигаться дальше в суде. Ну и теперь самая, наверное, шумная тема и хорошо известная, о которой много говорили и много писали в русскоязычной прессе и так далее, стало известно буквально вчера или позавчера полиция распространила пресс-релиз об аресте группы мошенников, которые обманным путем выманивали деньги у пенсионеров. Я думаю, что наши телезрители хорошо знают об этом, потому что и мы предупреждали, и где только не было о том, что они звонили домой пожилым людям, вводили их шоковое состояние информации о том, что их там сын или внук находится в больнице, совершил аварию или сбил ребенка, и для того, чтобы предотвратить его арест или задержание, надо срочно адвокату заплатить какую-то сумму денег, и шокированные пенсионеры зачастую отдавали все, что у них было, и речь шла иногда о десятках тысяч шекелей. Вот вроде бы и здесь полиция в какой-то степени поставила точку, эти мошенники, подозреваемые, арестованные, насколько я знаю, да, можно подробнее? Да, вы знаете, вчера после скрытого следствия, то есть, естественно, мы прекрасно понимаем, я думаю, что все это прекрасно понимают, что это очень непростое следствие, то есть, которое может вестись ни один, ни два, ни три дня, это взяло у нас, я вам скажу, честно говоря, 8 месяцев введения этого следствия. Вчера это следствие уже стало открытым, мы арестовали 12 подозреваемых, которых мы сумели всех вычислить, всех найти, все 12 арестованы. По этому делу, конечно же, нужно подчеркнуть, и очень важно подчеркнуть то, что преступники, главари этой преступной группировки, они находятся в Литве, в одной из стран, которая раньше была в Советском Союзе, Балтийская страна, Прибалтийская. То есть, можно предположить, что все участники группы как бы русскоязычные, скажем так, бывшего соц. Конечно же, все русскоязычные, все прекрасно разговаривают на русском языке, и поэтому это все, все их действия, все преступные действия этой банды, я действительно не побоюсь этого слова, это настоящие бандиты, которые забирали у наших стариков, у пожилых, и людьми их с трудом. Последние деньги, да, с трудом можно назвать их людьми, и поэтому, действительно, те вещи, которые они творили, это недостойно, недостойно человека, когда речь шла действительно о пожилых людях, репатриантах, которым по 80, по 85 лет, которые приходили в шоковое состояние после этих звонков, когда им говорят с вашим сыном что-то случилось, и в то время, как с ним что-то случилось, пострадал другой человек или ребенок, или беременная женщина, или турист, и срочно нужны деньги для того, чтобы обеспечить его лечение и так далее, и нужно моментально приготовить эту сумму, сумму денег, определенную сумму денег, которая называлась, она всегда завышенная сумма называлась, назывались суммы 20, 30, иногда 50 тысяч шекелей, то есть нужно быстро приготовить эту сумму, иначе, значит, жертва обратится в полицию, или обратиться в суд и так далее, будет очень серьезная проблема, а наши пожилые люди, они входили в шок, и они просто, просто не понимали, что происходит, то есть иногда, даже когда они хотели поговорить, они просили поговорить, дайте мне поговорить с моим сыном или с моей дочерью, да, о которой шла речь, то раздавался какой-то голос, мама, мама, отдай деньги, слушай адвоката, голос человека откуда-то издалека, как будто он раненый, или у него что-то с губами, или он ударился или носом, или у него рассечена губа, и он не может говорить. А, да, даже и актерское какие-то вещи. Да, даже и такое все было на русском языке, люди входили в шок, и я вам скажу, что следствие должно нам открыть, действительно раскрыть очень многие вопросы, которые в этом деле еще, они существуют, то есть самый главный вопрос, как эти люди, как они узнавали телефоны этих людей, как они приходили к этим людям. Явно по наводке они как-то, откуда они базу данных Дело в том, что речь идет не только о базе данных, представьте себе, что была у нас пара пожилых людей, которым за 80 лет, у которых сын работает в цирке, работает в цирке, и в то время, когда им позвонили, вот от имени этого адвоката, от имени этих бандитов, когда им позвонили и сказали, что сейчас случилась, произошла, значит, страшная авария с вашим сыном, он сейчас находится в больнице, и в то время, как произошла с ним эта авария, значит, пострадал еще маленький ребенок, и нужно срочно готовить деньги, и он находится сейчас в больнице Больсом, в Хулоне. То есть, они прекрасно знали, что этот человек находится сейчас во время представления, он артист, и они прекрасно знали, то есть, они именно позвонили в тот момент, когда он был на представлении, когда он участвовал в представлении, и они прекрасно знали, что он не ответит на телефон, то есть, родители не смогут с ним связаться, то есть, он был вне связи. То есть, вот на эти вопросы, на эти все вопросы нам придется узнать ответ во время следствия. Были ситуации, когда раздавались звонки людям, когда тоже невозможно им было дозвониться, благодаря тому, что были ситуации, когда были другие члены семьи, которым можно было дозвониться, с которым можно было посоветоваться, то эти пожилые люди некоторые звонили и советовались с этими членами семьи, которые им говорили, ни в коем случае это мошенники, не отдавайте деньги. А в это же время этот адвокат, псевдоадвокат продолжал на них давить, продолжал на них давить, сейчас у вас под дверью стоит человек, если вы сейчас не передадите 10-20 тысяч шекелей и не приготовите, значит у вашего сына будут страшные проблемы, он будет или в тюрьме, или будет неизвестно где. То есть люди входили просто в шоковое состояние, и многие люди, а речь у нас идет о более чем 270 делах, то есть 270 дел. 270 поданных жалоб, то есть здесь конечно нужно сказать о том, что просто выразить благодарность людям, что они шли в полицию, то есть это действительно показывает то, что люди доверяют, доверяют полиции и действительно верили в то, что полиция раскроет это дело. И из этих 270 пострадавших более 100, они отдали свои кромные деньги. То есть я так подозреваю, что там речь идет уже о миллионах? О миллионе шекелей. О миллионе шекелей. Представьте себе ситуацию, когда у нас были люди, которые отдали 50 тысяч шекелей, а были люди, которые отдавали, вы знаете, выходцы из бывшего Советского Союза, пожилые, которым уже по 70-80 лет, они все время откладывают деньги на черный день. Знаете, мы все это знаем, да, вот куда-то там в тумбочку где-то или в подушечку на черный день, деньги готовят себе на какой-то, не дай бог, день, когда что-то может произойти, и эти деньги эти бандиты забирали. Эти последние деньги наши люди, пожилые люди отдавали, эти последние деньги были такие случаи. То есть речь шла, они сначала называли очень высокую, завышенную сумму 20-30 шекелей, потом 30 тысяч шекелей. Чисто психологически была отработана. Да, чисто психологическая давка. Еще плюс ко всему полностью знание, то есть владение ситуацией, знание полностью всех членов семьи, кто где находится и как все поставлено. То есть собирание какой-то информации происходило? Была группировка, как я уже сказал, главари группировки находятся в Литве, я думаю, в ближайшее время там будут произведены аресты. Когда мы получили эту индикацию, а мы ее получили, что преступления все, то есть исходят, и мозг этой всей операции, всей этой преступной группировки находится в Литве. Наши полицейские через Интерпол, следователи Южного округа полиции, отдела по расследованию экономических преступлений и мошенничества связались через Интерпол с нашими литовскими коллегами. Они буквально... Слушайте, у нас международное интернет-телевидение, они там не услышат сейчас нашу беседу и не скроются? Нет, 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 нет с этим вопросом проблем. С этим проблемой и прекрасно наши полицейские работали, взаимодействовали с нашими литовскими коллегами и действительно достигли больших успехов в это же время, в то время, как наши офицеры полиции были в Литве и работали с нашими литовскими коллегами, велась параллельно кропотливая работа. Здесь, в Израиле, по сбору доказательств против вот этих 12 подозреваемых, которые были сегодня арестованы, очень важно подчеркнуть, что, конечно, все это время, на протяжении всего этого времени мы постоянно выходили в средства массовой информации, в частности, я и здесь, на ИТОН ТВ, и на Радио, на Первом Радио, и Радио Река, и на Девятом Канале, и по всем российским русскоязычным интернетам мы выходили с предупреждением нашим гражданам о том, что действует такая группировка, группировка очень опасная, и как она действует, и как нужно действовать, и чего бояться, и что можно делать, что нельзя делать, и здесь, как я всегда говорю, мы находимся перед очень серьезной дилеммой, полиция находится всегда перед дилеммой в этих вопросах, то есть дилемма это когда мы выходим в средства массовой информации, мы рассказываем о том, что существует такая банда, рассказываем, как она действует, рассказываем людям, что нужно делать, что нельзя делать, Как реагировать на эту ситуацию? Надо обязательно вызывать полицию, надо обязательно посмотреть, какой номер телефона или на определителе. И дилемма, конечно, очень серьезная. Мы прекрасно понимали, что в это время преступники, подозреваемые, они могли нас видеть и слышать, и слышать и видеть все, что мы говорим, и все, что происходит. Поэтому, конечно, это могло в определенной мере нанести вред следственным действиям, которые в это время велись. И велись практически постоянно. Но я вам скажу, что, конечно же, превалировало над всем этим то, что нам было очень важно предупредить наших граждан. Нам было очень важно, чтобы не было следующих жертв. Нам было очень важно, чтобы люди знали, что есть такая группировка и были очень осторожны. Конечно, в то же самое время продолжали работать, продолжали делать все, чтобы найти, обезвредить эту банду. И я, конечно, должен вам сказать, что мы считаем нашим большим успехом, что мы смогли в конце концов это сделать, обезвредить эту группировку. Я думаю, что будем продолжать работать, будем продолжать делать все, чтобы наши граждане чувствовали себя в своей стране спокойно и уверенно. Ну что ж, ваш рассказ о нескольких делах, о которых мы говорили, только подтверждает тот заголовок, который я сказал в начале, «Израильская полиция работает». Михаил Зингерман, пресс-секретарь израильской полиции, спасибо вам и успехов вам в вашей работе. Спасибо вам. Всего доброго.